В эфире программа «Особое мнение» у микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает председатель Совета Кировского отделения Российского общества политологов Андрей Зорин. Андрей Сергеевич, добрый день. Добрый день. Хочу начать с назначения Ольги Васильевой на должность министра образования Российской Федерации. Надо напомнить, что Андрей Сергеевич работал долгое время в нашем педагогическом, по-старому скажу вузе, гуманитарном, да, и совершенно не чужд понятное дело этой отрасли. И вообще с гуманитарными науками плотно на всю жизнь связан. Очень неоднозначное отношение к назначению Ольги Васильевой. Первая реакция твоя какая была на это? Ну, во-первых, традиционном назначении сразу же делаешь набор в поисковике и смотришь биографию, изучаешь, что из себя представляет человек. Потому что биография, действия, бэграунд, так называемый, он может сделать предположение, а собственно говоря, что ожидает от этого человека. Ну и первое, на что обратил внимание сразу, это, конечно, сразу такой вал сомнений о том, собственно говоря, что будет происходить дальше. Исходя именно, исходя из научных интересов человека, исходя из того, что человек озвучивает публично и что это себя представляет. Вот эти какие-то сомнения даже, что там угрозы, которые ожидает наше образование, ну, я бы прежде всего обратил внимание на следующее. Явно, что смена, будем говорить так, министра образования происходила прежде всего из-за политических мотивов. И из мотивов, связанных с предвыборной кампанией, с сентябрьскими, всей кампанией, которая у нас 18 сентября завершается. Это заметно по тем действиям, которые были осуществлены и прежде всего связаны именно с отставкой Ливанова. То есть напомню, что отставки Ливановой предшествовало открытое письмо президенту, притом подписано достаточно авторитетными академиками. Это со стороны Российской Академии Наук. Все, что связано было с реформой Российской Академии Наук, претензии. У Ливанова, как у министра образования, не лично у него, а именно как у министра образования, был достаточно низкий рейтинг и политический, прежде всего, в образовательной среде, в школьной среде и так далее. Поэтому, ну и плюс, вспомнив, что сказал премьер-министр по поводу учителей, что им пора отправляться заниматься предпринимательством, там деньги надо будет зарабатывать. Ну и реакции никакой другой не должно было произойти, как сделать такие резкие движения, как отставка министра образования и назначение другого человека. Ну, это свидетельствует в том числе о том числе о должности, на которой Ливанов был назначен. И то, что это происходило накануне, вдруг, впервые. А он за торговые отношения с Украиной будет отвечать? Ну да, спецпредставитель по экономическим отношениям, как сейчас это фигурирует. Ну, это, как мы уже говорили, это из серии таких большевистских назначений, когда не справившихся наркомов, либо министров, либо еще там назначали руководить заводами, фабриками, для того, чтобы, ну, как бы, оправдались в это вере и показали. Это примерно из этой же серии. Вот эта скорость, с которой принимались решения, она явно налицо. То есть, необходимо было представить уже учительству, а впервые проводился еще, не только накануне выборов, но еще и общероссийский, впервые вдруг проведен такой педсовет, общероссийский, представить нового министра. Но раз новый министр, какой? А он сразу же состоялся. Вот накануне и сразу на следующий день, 19, по-моему, так, то есть на 20. Сразу же состоялся, то есть вот он новый министр, вам, пожалуйста. А что с нового министра? Только некие ожидания, то есть женщина авторитетная. Что с нее спросить? Ну, да, то есть вот, пожалуйста, и сразу же, если говорить в политическом плане, некий тренакал, ну, будем ждать каких-то изменений. Женщина гуманитарий, имеющий отношение к школе, к образованию, к академии наук, в том числе имеющие отношения, и к религии имеющие отношения. То есть будем надеяться, про Сталина ничего не скажу, не знаю. Много чего цитат на выдергивали, иногда цитаты идут из контекста, поэтому к этому особенно, когда речь идет об истории, о гуманитарной сфере, к этому надо относиться аккуратнее. Кто в каком контексте, что говорится. Поэтому, ну, вот задачка, она такая была поставлена, она, в принципе, в той или иной степени решена. Но когда мы говорим о назначении министров образования, мы должны отдавать себе отчет, что какие персоналии возглавляет министерство, по большому счету, в нынешних существующих системах не имеет значения. Федеральные ты имеешь в виду? Конечно, федеральные. Но это потом, кстати, и вниз экспрополируется, то есть на региональном уровне. Есть определенная образовательная политика, касающаяся и высшей школы, и средней школы, и начальной, и до школьного образования. И вот эта политика, существующая, складывающаяся система, она, ну, по большому счету, кто будет поставлен во главе ее? Разве что корректировочку какую-то могут сделать. То есть министр не формирует политику образовательную? Он ее реализует, по большому счету. То есть он может скорректировать ее. А сформирована она целым набором, во-первых, основ политики, государственных программ, которые приняты, которые в той или иной степени финансируются, и которые, ну, вот запущены, да, такие паровозы, которые идут и двигаются в одном направлении. Есть фундаментальные, как бы, вещи, которые не менялись за последнее-то время. А скажи, пожалуйста, ну, то есть ты считаешь, что назначение человека с таким бэкграундом, как Васильева, это хорошо? Для образования, восприятие со стороны, прежде всего, научной, но гуманитарной, кстати, составляющей, оно положительное. Оно положительное. Это первое. И второе, тогда еще очень коротко, правильно ли я поняла тебя, что вот это ее назначение не будет никаких великих потрясений для образовательной системы Российской Федерации иметь? Да, не будет иметь, если не будет остановлено ее, будем говорить так, волевым решением, либо еще каким, ну, политической волей, а при том она член правительства, то есть воля, соответственно, будет формироваться в других совсем институтах, и от других как бы людей, если не будет, например, приостановлены некоторые действия. Если коротко, например, по высшей школе, когда постоянный шум, ну, не будем еще забывать, что у нас и президентский цикл начинается, постоянный шум по поводу объединения университетов, по поводу того, что делается с высшей школой в целом, он ведь в том числе имеет последствия негативные для предвыборных компаний. И когда мы обращаемся, собственно говоря, в этот процесс объединения, что лежит в основе, там же фраза одна, это эффективность, да, это повышение эффективности. Но эффективность предусмотрена, прежде всего, так называемая, взятая в систему образования из корпораций. То есть экономическая эффективность. Как бы мы ни проверяли и ни подходили к реформе, например, высшей школы, мы везде увидим эту основную позицию. То есть это, главное, экономическая эффективность. То есть, условно говоря, ну, когда я объясняю, там, людям немножко далеким от высшего образования, для них это немножко удивительно. Условно, есть учредители. Ну, кто-то занимается бизнесом, он сразу поймет, есть учредители. У учредителя в регионе, например, в городе, там, Кирове или в Кировской области, пять своих предприятий. А учредитель-то один. Более того, эти пять предприятий конкурируют друг с другом. Они требуют ресурсов, их надо закладывать в бюджете и так далее, и так далее. И учредитель, ну, назовем так, частное лицо, либо государственное лицо, принимает решение, зачем мне четыре, мы делаем одно. Повышаем экономическую эффективность, снижаем издержки, ну и дальше по списку. То есть принципы корпоративного управления из бизнеса, из крупных корпораций, федеральных, были перенесены в систему социальную. Можно я сейчас немножечко тогда вспомню, с чего мы начали. Ты сказал, что если только Ольга Васильева не решит переменить или сломить тренд по некоторым направлениям, ты считаешь, что она может в какое-то время там принять решение совместно с кем-то или единолично, что объединение вузов, например, в опорные, это была ошибка? Да, может быть, принято это решение. Прямо подскоро? И процесс может быть приостановлен. Может быть, при этом его могут притормозить. И такие, судя по происходящим процессам, это уже есть. То есть уже педалирование... Ее назначение еще и с этим ты связываешь, что у вас можно решение... И все связать напрямую. Потому что, еще раз, Ольга Васильева все-таки, хотя и из системы администрации президента, она из системы академической, прежде всего, а не из системы Министерства образования. Вот, все-таки еще, значит, по тому, как может Ольга Васильева повлиять на наше образование, нас с тобой, как родителей, не может волновать то, что этот человек очень близкий к русской православной церкви. И в своей научной деятельности, и, видимо, как-то духовно, потому что так пишут. И то, что мы читаем у наших коллег в Центральной Академии. Ну, прежде всего, все-таки пишут, обращают на это внимание. Обращают на это внимание. И мы-то с тобой точно знаем, и, конечно же, мы видим, что вводятся в школьные программы и предметы, которые посвящены изучению религии, не обязательно православные. Вот мы делали выбор, у нас сейчас, скажем, дети учатся, да, в параллельных классах, и мы одновременно делаем выбор, обсуждаем, безусловно, что происходит. Вот в этом году мы выбирали, что они будут изучать. Ты, кстати, что выбрал для своего ребенка? Да. Насколько я помню, основа православная. Да, а я выбрала как раз там что-то мировые культуры и религии. С этим большая проблема, как мы знаем, потому что есть предмет, но нет выделенной ставки на преподавание этого предмета в школе. Об этом говорят все совершенно. Я ничего не имею против вот этого разделения. И я бы очень хотела, чтобы ребенок, которому родители решили при совместном обсуждении изучать православие, изучал православие, или, например, религии и истории, религии в мировых, изучал это, но чтобы это был глубокий, правильно поставленный процесс. Здесь нам приходит человек, который близок к православной церкви, как пишут, и как его научная деятельность там, да, и высказывания последние там вроде как свидетельствуют. До этого поступает сообщение, что изучение религии, в частности православие, собирается внедрить до 12 класса. Вот здесь ты не видишь никаких опасностей. Ну, намерения и планы это одна часть, а вторая... И не с этой ли целью, собственно, такого человека поставили, министр? Не с целью ли внедрения, и как вот сейчас опасения возникают, посягательства на... На светскость нашего образования, да? Вы полусловно, на светскость нашего образования, да. И далее государство, ведь это же дети, которые станут... Ну, во-первых, основания для опасений, кроме, естественно, сферы научной и интересов нового министра, я не вижу, это во-первых. А во-вторых, речь идет всегда о тех действиях, которые предпринимаются. То есть намерения, либо там опасения, которые высказываются, всегда надо смотреть по действиям, то есть по тому, что будет итогово в результате. Говорить о светскости нашего образования, ну, оно, по-моему, по-настоящему времени остается достаточно светским образованием, выбор достаточно широкий, который есть для образования детей. Будут ли приняты приказы, распоряжения, решения и так далее, это ведь еще раз другой вопрос. Я высказал уже сравнение в том, что один человек, даже целый министр, в состоянии изменить ту политику, которая задействована. И сейчас прервемся на одну минуту, после чего вернемся, напоминаю, что председатель Совета Кировского отделения Российского общества политологов Андрей Зорин сегодня высказывает свое особое мнение. Продолжается программа «Особое мнение». Председатель Совета Кировского отделения Российского общества политологов Андрей Зорин в студии, это его особое мнение, вы сегодня слушаете. Меня зовут Светлана Занько, и я хочу сейчас обратиться к публикации на сайте 7х7, публикации Игоря Улина, известного блогера и тоже педагога, который педагогические темы и образовательные раскрывает. Что я тут вижу, кстати, твою публикацию, буквально свежую, только что. Это перепечатка с журнала «Товар. Деньги. Товары» просто на сайте 7 на 7. А слободские-то и не знают. Хотела сегодня о ней тоже поговорить, если мы успеем, обязательно поговорим. Значит, оба блогера здесь на сайте. Итак, что пишет Игорь Улин? Он описывает встречу временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области господина Васильева, не путать с новым министром образования, я надеюсь, что так и будет, Игорь Васильев с педагогами нашего региона. И здесь Игорь Улин отмечает несколько важных пунктов. В частности, например, он поднимает вопрос финансирования отрасли. Вернее, не он поднимает, а поднял-то его наш министр образования, господин Измайлов. Возникает опасение и обеспокоенность по поводу сокращения финансирования отрасли. Надо сказать, что мы здесь регулярно, каждый год говорим, что чуть ли не каждый год финансирование образования сокращается процентов на 20. В прошлом году 20, в этом году 20, до этого 20. Дальше приходят ответственные лица, чиновники говорят, нет, сокращение. Сокращение нет. Дальше приходят педагоги и говорят, нет. Может быть, у вас сокращения нет, но у меня была одна ставка, теперь две за те же деньги. Ну так вот, Игорь Васильев за веру присутствующий, что такого развития ситуации никоим образом не допустят, а именно сокращение финансирования отрасли. И вот здесь все люди, близкие к образованию, задаются вопросом. А он-то каким образом этого не допустит? Сокращение финансирования отрасли. Больная тема на протяжении уже нескольких десятилетий, наверное. Когда говорят о финансировании отрасли, всегда надо смотреть, на что идут эти деньги. То есть бюджет, на что он расписывается. Если вы помните, постоянно докладывали об увеличении финансирования. Потом обнаружилось, что увеличение финансирования осуществлялось для того, чтобы выполнить предписания надзорных органов, связанные с пожарностью, с безопасностью и так далее. А по большому счету на саму отрасль, на образовательный процесс, на учителей. И так далее, суммы-то по большому счету не менялись. Они начали меняться, когда надо было выполнять указ президента. Майские указы президента, когда их начали, когда задача была поставлена. Если вы помните, кстати, вспомнил Илья Иванова, он же выговор получил за то, что указ не был выполнен. Но в пределах того финансирования, которое осуществляется, выполнить их качественно невозможно. То есть по-честному. То, о чем вы как бы привели пример. Да, ставка такая, сейчас полторы ставки, потом две. За это платим, за это не платим. Я думаю, что когда вы начнете беседовать с руководителями школ или дополнительного образования, мы обнаружим, что здесь совсем не так все просто. То есть за счет каких средств и как удается школам спрос опустили на уровень директоров школ за выполнение майских указов. Понимаете, на уровень директора школы должен тем или иным образом исхитриться, чтобы вот те... И представить цифры. И представить цифры, и что все с этим должны там согласиться. Поэтому вопрос о недопущении, ну это очень здорово, если сокращение финансирования не произойдет. Это очень здорово. Мне больше нравится цитата, оттуда другая. Я читал 7ю7, вот этот отчет Волинский, что из бюджета Единой России выделены 25 миллиардов рублей на строительство новых школ. Да, и это развитие ситуации, потому что... Я немножко так удивился, у нас Единая Россия... Развивается. Да, собирается строить школы за свой счет, что ли. Я думаю, что это оговорочка, что это все равно из бюджета будет федерального, а насколько я знаю, программа есть, то есть там федеральный бюджет будет задействован. А это еще отдельная тема о том, как, на какие деньги, почему именно за эти сроки, именно в таком размере будут строиться эти школы. Да, это, кстати говоря, пункт, на который ты обратила внимание, это то, что заметили все учителя, сколько членов партии Единая Россия сидело в президиуме. И почему они стали говорить о том, что именно из бюджета Единой России выделено 25 миллиардов рублей на строительство новых школ. И тут Олин отмечает, что безусловно, хотя партия и богатая, но ее бюджет в 2015 году составлял 5,2 миллиарда. Но мы помним, что это развитие ситуации, здесь не раз обсуждали брошюрку Единая Россия, где достижениями Единой России значили в том числе и строительство школ. И, между прочим, я тебе хочу сказать, представители партии таки приводили доводы, почему они могут так заявлять. Это может заявлять правящая партия, которая в основном и диктует распределение бюджетов и голосование по бюджетам, поэтому они вполне вправе об этом говорить. А теперь уже заговорились и сказали, что это собственно бюджет. Ну да, но правда надо говорить о том, что это все-таки бюджетные деньги, а не партийные деньги, что это партийные проекты, которые мы пришли к власти и мы их реализовали. Мы направили бюджеты в эти как раз направления. А скажи, это важно быть аккуратным для партийных деятелей, чтобы не ставить знак «равно» между партией и государством? Конечно, крайне важно. То есть соединение и олицетворение, оно, к сожалению, для Единой России такая особенность есть и в их политической ритории. Я еще хотела тебя помучить по этому же посту, который мы сейчас обсуждаем, на 7, на 7. Напоминаю, что Игорь Уолин, губернатор Василий, встретился с педагогами. Здесь хотелось бы также обсудить высказывание исполняющего обязанности ректора Вятского государственного университета Валентина Пугача, который сопоставил существующую потребность в педагогических кадрах и количество бюджетных мест выпускников вузов в конкретном специальности. И выяснилось, что, оказывается, они никак не соотносятся, и порядок специальностей выпускников в последние годы вообще не было. То есть потребность была по каким-то педагогическим специальностям в регионе, а выпускников не было. Как могла сложиться такая ситуация, скажем? Для того, она носит экономическую подоплеку, эта ситуация, для того, чтобы иметь, ну, вы можете потом адресовать этот вопрос непосредственно к ректору опорного университета, педагогический институт сейчас в составе опорного университета, и там отдельно специально, да, педагогический институт. Поэтому вопросы чисто экономические, то есть для того, чтобы была группа, должно быть соответствующее количество бюджетных мест, потому что я сомневаюсь в том, что пойдут абитуриенты учиться, например, на учителя географии за счет собственных средств, заплатив там 60, 70, там 80 тысяч рублей за год. Но для этого у вас должна быть группа как минимум 25 человек бюджетных мест, для того, чтобы их выпустить. 25 бюджетных мест, чтобы выпустить курс учителей географии. Ну, сколько это выйдет, да, ну, сколько это выйдет в итоге, да, то есть ясно, что 4 года бакалавриата, кто-то от сеется и так далее, ну, как минимум, то есть надо будет ориентироваться на такие суммы, чтобы были ставки, чтобы были педагоги и так далее, и так далее. Если такого количества нет, ну, тогда, ну, на уровне 15-20, ну, тогда, ну, с трудом еще можно пройти эти 4 года для того, чтобы кого-то выпустить в конце именно по данному направлению. То есть, когда речь идет о том, кого выпускали, кого не выпускали, вопрос, готовы ли, например, система, опять же, бюджет, потому что это бюджетный заказ, это бюджетные моменты, как субъекты федерации, так и министерства, обозначить и заявить, что мы готовы профинансировать на протяжении 4 лет, там, условно, 15 бюджетных мест. Учителей географии? Учителей, например, учителей географии. И поверьте, ответ будет почти отрицательным. Поэтому географию будем присоединять к каким-то другим, кого-то готовить, а это опять... Да, да, да. Я знаю, предполагая, о чем говорил Олег Николаевич, речь шла об учителях химии и об учителях химии, да, географии, биологии. Естественно, географический блок. Да, естественно, географический блок. Но тогда формируйте нормальное, достаточное бюджетное количество мест, либо идем до дополнительного образования, переподготовка, повышение квалификации тех, кто уже имеет, например, педагогическое образование, либо не педагогическое образование, например, химик, потом еще год, опять же, кто это будет финансировать для того, чтобы получить педагогическое образование. Ну, скажи, пожалуйста, это же, наверное, проблема была не искусственная, созданная на уровне вуза, ведь это же системная проблема, вопрос идет о запросе. О запросе. Заказчик. То есть здесь заказчиком является бюджет. Все. То есть, повторюсь, много не желающих пойдет на учителях химии учиться. Это отражение как раз той самой образовательной политики школьной, которая за предыдущие годы формировалась. То есть, естественно, научный блок он был, отодвинут далеко. И что-то мне подозрительно, все-таки тоже не из естественных наук пришел новый министр. Ладно, сейчас прижимаю. Ну, так как из естественных наук. Я переживаю за свой естественный научный блок, тоже заканчиваю. Сейчас мы прижимаемся на короткую рекламу, после чего к обсуждению других новостей. Эта программа «Особое мнение» и свое «Особое мнение» сегодня высказывает Андрей Зорин, председатель Совета Кировского отделения Российского общества политологов. Меня зовут Светлана Занько. Ну, раз уж мы затронули твою статью в журнале «Товар, деньги, товар», «Аслободские ты и не знаешь», то давай поясним, а что ты имел в виду на самом деле. Как обычно сопровождают статью такой калаш, которыми товар, деньги, товар славятся, из такой трех... это кто такой? Дракон. Это змей Горыныч, трех главных. Дракон, свой родной, да, российский дракон. И речь идет о формировании большой агломерации, кировской агломерации. Вот этот термин «кировская агломерация» я вообще уже не помню, когда в последний раз употреблялся. Когда говорят об агломерациях городских, то какие-то другие регионы представляются больше. Однако, ты этот термин вернул и напомнил, что такая идея была, и мало того, утверждаешь своей статьей, что агломерации такие складываются. Но складываются, насколько я понимаю, и в этом проблемы стихийным образом. Или естественным, как это ты назвал. А надо бы, чтобы это было по-другому. Почему по-другому, и где здесь проблема? Ну, на самом деле, вопрос достаточно старый. Я как раз в статье даже несколько историй вопросов представил. Начиная с 2004 года, 2004 года. И хотел бы напомнить в связи с этим, еще раз вернуться к этой теме, что вопрос о городской агломерации, о Большом Кирове, или Кировской авиатской агломерации, данная тема и данное направление, даже в форме проекта заложено в стратегии развития Кировской области, в социально-экономическом развитии Кировской области до 2020 года. До 2020-го осталось, кстати, совсем немного. Абсолютно точно заметили, что агломерация в любом, то есть динамика развития трех городов и прилегающих районов, развитие экономики, бизнеса, человеческого капитала и так далее, такова, что этот процесс складывается. То есть он идет дальше. Не буду приводить те доводы, симптомы и примеры, которые были и в 2004 году, они даже еще больше стало заметно. Но идет это все по инерции. Там нет ссылочки на одно очень любопытное совещание, в очередной раз, которое проходилось в нашей городской администрации, в том числе, как я упоминаю, там были и все предыдущие руководители Слободского и Кирова-Чепецка, и, соответственно, глава города Кирова тоже присутствовал. Совещания вновь возвращались к теме, каким образом и как можно было бы прогнозировать, определять, что будет происходить, к чему готовится-то по большому счету. Я привожу примеры. Вот как раз отсутствие к чему готовится, отсутствие некого планирования и прогнозирования по Большому Кирову привели вот к этому, как я называю, к стоянию на Новоавиатском направлении. То есть это же не является ни для кого секретов, попробуйте въехать в город Киров сейчас в Новоавиатском направлении. Именно один из таких ярких примеров. Примеров таких можно приводить все больше и больше. Вопрос, который связан с складыванием агломерации, требует прогнозирования, как я возвращаюсь об этом в статье, прогнозирования, определения, что впереди и как. И пример Красноярского наиболее как бы ярок, потому что там этим занимались достаточно детально, и они получили тот результат, который даже сами не ожидали. Они стали одним из самых привлекательных территорий, и напомню вам, что даже в уровне соревнований с Иркутском, конкурирование за ресурсы с Новосибирском, вдруг обнаружилось, что в Сибири есть Красноярск. Ведь всегда считался Новосибирск столица. Который сейчас гремит просто по стране во всех аспектах. Туда пошла, экономика туда пошла. Ну то есть началось целое другие движения. На эту ссылку тоже делаю. Вопрос вот этого инерционного, оно само все сложится. Упомянул совещание как раз в городской администрации, и когда после очередного доклада, обсуждений, руководители спрашивают, Андрей Сергеевич, правильно ли мы понимаем, что все равно это все идет. Ну то есть все равно... Это начало вмешиваться, да? Я говорю, ну да, вообще-то все равно это будет происходить. Ну, во-первых, вопрос, насколько я понимаю, где мы будем в то время, как другие города будут задумываться над развитием глобальным таким, планировать сами, а не идти на поводу природы. Я там сделал ссылочку на то, что было 25 таких пробных опорных агломераций, которые министерство как раз рассматривал. В Вятской агломерации в том числе там присутствовала как одна из очень перспективных. Тогда обоснование было достаточно... И кто еще раз, скажи, пожалуйста, занимается сейчас приметно? Ну, я не знаю, кто занимается сейчас стратегией... Но совещание даже не выяснилось? Нет, не выяснилось. Это, еще раз, это стратегия социально-экономического развития Кировской области до 2020 года, откуда, видимо, и вопрос по поводу соединения Чепецка со Слободским очень логичен. То есть, это элемент, значит, это еще не забыто. Речь идет о дороге, которая планируется. Да, о дороге. Это очень логично. То есть, агломерация должна будет иметь достаточно количество дорог, коммуникаций, возможностей передвижения. Я не стал еще упоминать одну вещь, это о том, что должен появиться еще, возможно, некий другой вид транспорта, новый вид транспорта, который доступен был бы, именно как общественный транспорт. Правильно понимаю, что ты своей статьей хотел призывать снова людей, которые отвечают за развитие нашего региона и нашего города, и как агломерации, к тому, чтобы они проинформировали нас, о куда мы идем в своем развитии, в какие сроки чего достигли. Нет, чтобы они немножко о суете своей забыли, немножко подумали о том, что будет происходить вперед, потому что раз есть, у нас очень часто, к сожалению, стратегия пишется и куда-то там закладывается. Стратегия всегда перекладывается в инструментальные действия, в те или иные решения, в постановления, ответственные лица, необходимо закладывать те или иные бюджетные какие-то Что мы теряем, когда за бытовухой, за суетой, которую ты назвал? То, что нам тут говорили, кстати, чиновники городские, что мы не можем голову оторвать от своих текущих проблем, чтобы думать о Великой? Ну, всегда суета нашу, есть как-то суета, суета, что называется, но иногда подумать о том, что будет впереди. Иначе что? Ну, это так же, как по коммунальным службам получился, и вдруг наступает калапс, да, то есть, например, это Нью-Йорк с этим пережил, вот они тоже мегаполисный вариант, когда весь, это же яркий пример, в фильмах видно и так далее, когда весь город вдруг оказался просто взрыт, потому что надо было все менять, Киров это тоже ждет, это вот хоть сейчас постепенно происходит, но это тоже ждет. Я там ведь обратил внимание, как Борно начинает развиваться при строительстве, при домовой, про отходы, точно так же обратил же внимание, обратите внимание еще раз, если бы это решалось немножко в другом ракурсе, то, я думаю, и место нашлось бы другое. И было бы поставлено, про БТО, да, а сейчас-то ведь вообще неизвестно, что будет происходить дальше. То есть вопрос координации действий как минимум трех городов и прилегающих районов, и кто координирует действия, кто будет дальше рассматривать. А мы способны на уровне города и региона такой глобальный проект вести? Ну он же включен в стратегию развития Кировской области, либо давайте оттуда уберем. Мы включены или мы... Или давайте оттуда уберем, да, то есть не будем об этом вообще, будем делать вид, что ничего не происходит. На данный момент, вот то, что сейчас происходит. Ну пока катастрофичных моментов-то нету, да, то есть и об этом тоже все как-то успокаиваются. Вот по отходам ТБО сейчас, опа, начинают наворачиваться на Гостинскую, закрывать, на новую открывать, где открывать, посмотреть, что происходит в Слободском районе. И в Советском. А мы, да, а что будет происходить дальше по тем же поселкам, коттеджам, которые появились вокруг городов. То есть все-таки, я знаю, что ты дипломат, но все-таки это признаки того, что мы не работаем в русле стратегии, которую декларировали, а погрязли в рутине. Не мы не работаем. Давайте уж аккуратнее в этом случае. Мы напоминаем о стратегии. Ну вот сейчас, если я стараюсь как бы делать о том, напоминать о том, что происходило и как, в том числе и фраза «Что если вы будете представлять город Киров через пять лет?» Я буквально цитату привел на этот счет. Фраза для Владимира Васильевича? Да, да, да. Быкова, главы города. Да, главы города. То есть вопрос о том, что люди ответственные за управление и развитие, в том числе и за стратегию, они должны помнить о том, что она есть. И иногда, как можно чаще, как советуют менеджеры различные, раз в день посмотреть, что я сделал для стратегии. Раз в неделю посмотреть, что было сделано по стратегии. Стратегия была принята. Под нее выделялись какие-то решения. Да, я нашла фразу Владимира Быкова. Он в 2011 году сказал, отвечая на вопрос, каким вы видите город через пять лет, наш город будет расширяться, планируется присоединение к Кирове еще двух городов. Это то есть в этом году должно было быть. Да? В 2011 он сказал, через пять лет. Присоединение к городу Слободского, Кирово-Чепецкое, что позволит нам двигаться вперед. У нас будет развиваться многоэтажное, комплексное и малоэтажное строительство, а также туризм. И дальше, ты бежишь, пять лет прошло. Делайте выводы. Обращаю еще раз вас к публикации «О Слободските и не знают» в журнале «Товар, деньги и товар». На нашем сайте, кстати, этот материал тоже размещен. У нас есть еще пять минут до завершения программы. Напоминаю, это особое мнение председателя Совета Кировского отделения Российского общества политологов Андрея Зорина. И хочу, чтобы ты прокомментировал решение Игоря Васильева, временно исполняющего обязанности главы региона, по передаче полномочий председателя правительства отдельному лицу. Ты поддерживаешь это решение или ты считаешь его шагом назад? Такая структура региональной власти есть. Более того, в некоторых субъектах она предусмотрена, даже законодательно в уставах, в своих конституциях. Она вносит в себе, у нее есть как плюсы, естественно, есть и некоторые минусы. В данном контексте разделения полномочий. Глава региона становится политической фигурой, определяющей ту или иную политику, является представителем власти в целом. А председатели правительства в таких случаях, они становятся непосредственно менеджерами, которые выполняют те или иные задачи, которые, естественно, при этом ставят глава региона, либо законодательное собрание, как бы, условия города Кирова. В такое деление возможно. Есть территории, где это происходит все одновременно, да, в одном лице, как и у нас было до последнего времени. Должен сказать, что разделение рассматривалось и во времена предыдущего губернатора, и предыдущего губернатора. То есть, опять же, желание у главы региона, помимо управленческих функций, есть еще большое количество, так называемых, политических представительских функций. Если ты говоришь, что мы можем отследить, как реализуется та и другая система в разных регионах, то какая себя зарекомендовала наиболее эффективно? Я думаю, что каждый назовет тут же автоматически Татарстан. Да. Где? Татарстане. Где? В смысле? Как реализуется эта система? Вот это там, где показатель достаточно эффективный. Но там действия таковы, что, ну, это Шамив еще в свое время создал систему, когда единство понимания есть, единство понимания от санации, потреблю такое слово по отношению к Шамиву, президента, председателя правительства и вообще всей административной составляющей, то есть что они делают, почему они это делают и как это делают. Не случайно Татарстан демонстрирует за последние, не знаю, 20 лет, ну, просто фантастический успех и на уровне и городов, и поселений, и так далее. Они наши соседи, поэтому это очень ярко видно. Да, там есть все эти деления, есть все эти, там есть общая рамка, общая политика, что мы делаем и почему мы делаем именно так, а не как иначе. В то же время Игорь Васильев заявил, что совершенно вероятно, что будут привезены сюда некие чиновники из федерального центра или из других регионов. И на каких постах ты таких чиновников видишь? Слухи тут с ней писали, что... Ой, нет, слухи это слухами. Во-первых, в любом случае человек, пришедший в регион, люди, которым он доверяет, с которыми он работал, с кого он ожидает, но все равно в любом случае в кадровом режиме это будет, это по-другому просто не бывает, во-первых. Мы такие должности... Во-вторых, секундочку, а мы можем ведь посмотреть последнее распоряжение как раз губернатора по формированию комиссий по избранию глав муниципальных образований. Оно выложено, оно, по-моему, от 18-го числа, есть на сайте правительства. И как-то не странно, читая эти списки, мы обнаружим одних исполняющих обязанностей министров там есть, а других нет, например. То есть можно как-то... Например? Какие-то сомнения. Сомнения уже на некоторых... Ну, у меня салли минуты, я одна, я не смогу зайти и посмотреть. Кого нет, например, в этих списках? В этих списках, ну, почти больше половины правят, если там нет. Например? Ну, нет, например, как вроде бы очень логично, если мне память не подводит, нет, например, министра имущества, господи, господи, господи... Нет, 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 у Тёмова есть. Например, нет Романа Березнева. У Тёмова это другое. Да, Романа Березнева. Романа Березнева. Еще раз, это ведь совсем не означает, да, то есть, ну, одни есть министры, других как бы нет. Вот у меня, как у аналитиков, возникает вопрос, да, то есть... То есть если их нет, то есть сомнения? Есть сомнения. Или там не нашел, еще раз, если память меня не подводит, там замминистра внутренней политики, там, допустим, Коево тоже не обнаружил. Но министр внутренней политики... Ну, если меня... Ну, там список очень большой, может быть, я и могу ошибиться, если я ошибаюсь. В целом, как можно характеризовать сейчас действия в Рио по формированию команды, буквально двумя словами, на данном этапе? Мы ведь на данный момент не видим, как формировается команда. То есть он еще не приступил? Я думаю, что мы будем дожидаться выборов и смотреть появление результатов. И тогда будут активные действия. Да, сейчас трогать систему управления достаточно опасно. Напомню еще раз, ссылаясь, опять же, на мою статью, сейчас есть задача перед губернатором, достаточно простая и жесткая, это результаты выборов по Государственной Думе. В этих условиях колебать, трогать систему управления за оставшееся время может быть себе немножко опасно. Да, спасибо за такое особое мнение. Председатель Совета Кировского отделения Российского общества политологов, говорю Андрею Зорину, приходите еще. Андрей Сергеевич, буду рада с вами встретиться. Как всегда, Светлана Занькова была у микрофона. Через 20 минут, надо сказать, сегодня у нас необычный день. Будет еще одна программа «Особое мнение», потому что гость, который приехал краткосрочно, буквально вчера мы его записывали, Максим Сурайкин, который возглавляет партию Коммунистов России, это будет в следующем часе. До свидания. Всего доброго.